Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием One Military Camp. Мы с вами остановились на том, что выполнили первую миссию нашими бойцами, и теперь нам нужно собрать, собственно, как говорится, новых. Нам нынешних не хватает. Что мы видим по миссиям? Давайте отдалимся. Так, по миссиям у нас есть одна очень странная миссия, потому что у неё есть время, которое истекает. И мы видим, что 31 минута у нас есть на то, чтобы эту миссию... ...пройти... А у меня же, по-моему, все есть, нет? Солдату нужно отдохнуть. Ага, подрывников у меня нет вообще. Короче, суть в чём. У нас есть буквально один связист и два артиллериста, но при этом у нас нету больше никого. Ни разведчиков, ни пехотинцев, ни подрывников. Поэтому этот вопрос мы сегодня должны закрыть, покуда это будет возможно. Закрыть, потому что нам нужны будут всё равно все специальности рано или поздно. Поэтому это в наших интересах. Так, давайте я сейчас замедлюсь, покуда возможно, да. А что нам говорят построить? Исследовательский центр. Да ну ладно, давайте сначала его закроем. Может там действительно что-то полезное будет. Сейчас, только секунду. Шумы есть? Нихера неизвестно, есть они или нет. Одному богу известно. Но визуально вроде бы нет. Поэтому, наверное, мы можем себе позволить вот здесь где-то его поставить. Чтоб ребятки кайфовали. Так, дальше нам нужно нанять, собственно, исследователей. Давайте-ка посмотрим. Исследователи у нас жёлтые. Соответственно, нам нужен интеллект высокий у наших товарищей. Жрёт немножко больше, но ничего страшного. Зато у неё базовый интеллект аж 17. Йопи! Счастья, здоровья. Хорошая работа. Теперь можно заняться изучением новых технологий. К счастью, я припас парочку очков исследований. Как раз для такого случая. Мы можем пустить их на лучшее улучшение нашей инфраструктуры. Но лучше начнём с изучения нового здания. Давай разработаем чертёж здания для специальности подрывника. Это даст вам возможность тренировать нового вида войска, необходимого для некоторых миссий. Позже ты сможешь разработать защитные сооружения, альтернативные источники... О, защитные сооружения? То есть нас будут атаковать? Хм-хм. Окей. Так, альтернативные источники энергии выбрать широкий смотри. Всё понятно. Теперь изучать технологию и начни модернизацию лагеря. Не забывай время от времени улучшать и другие здания. Нельзя позволить Драганову опередить нас в гонке технологий. Окей. Так, открываем, что мы видим. Нам сразу предлагают подрывника. Стоит он 100 очков, а у нас... А у нас, как говорится, у нас 125. Ну давай. Подрывники нам в любом случае нужны. Так, первый военный лагерь в полной боевой готовности. Мало по малу, мы вырвием остальные территории из цепки хлоп-драгана. Этого невежуственного, никчёмного, бесхребетного. Он у меня уже в печонках. Так, больше всего я жалею о том, что не могу встретиться с ним лицом к лицу. Остальные ушли в бой, а мне пришлось остаться в тылу. Кто-то же должен тренировать новых добробольцев. Вот досада. Но мы должны положить конец его плану и принести мир в эту землю. Наша первая победа даёт мне надежду, что ещё не всё потеряно. Я обучил тебя всем основным управляем. Еееей. Нам ещё многое предстоит обсудить во время твоего похода. Окей. Я верю, что ты победишь драганом вместе, мы получим конец с его тиранией. Мы вернём себе каждый уголок нашей стороны и выдавляем всех паразитов. Окей. Непуханный пирог шорту. Замечательно. Так, где у нас это здание, собственно, подрывников? Так, вертолётная площадка. Это, понятно, это столовые и рядовые здания. Обучение. Где у нас? Вот здесь. Подрывники. Увеличивает опыт специальности подрывника. 3 тысячи стоит здание. Мы, в принципе, пока что можем себе позволить... Естественно, это здание громкое. Ещё бы, я бы сказал. Вся фишка в том, что у нас вот здесь такой пласт дурацкий выходит, куда мы вообще ничего не вместим. Я, думаю, пока оставлю эту местность. Не буду её тревожить. Так, не хватает дорог, естественно. Так, дорога есть и электричество, пожалуйста. Можно немножечко сюда запустить. Я не знаю, наша система сейчас ещё вывозит или нет. Надеюсь, что да. Сейчас мы увидим. Да, вывозит. Пока что вывозит. Так, хорошечно. То есть подрывнику мы теперь можем обучить. Единственный вопрос. Подрывники у нас зависимы от синего параметра. Поэтому давайте галянем из наших рекрутеров. А у нас все прям плохие, да? Угу. Угу. Давайте мы подождём следующее. Мы немножечко оба ждём. У нас среди тех, кто уже есть. У нас есть кто-то с параметром скорости. Это в основном повара. Так, вот у нас есть рядовой, но он обучен на интеллект. И продолжает обучаться на интеллект. Поэтому я думаю, его силу мы трогать не будем. А сколько у нас здесь... А, мы можем сюда ещё назначить, да? Тантьяна Андерейва у нас здесь работает. И производит нам по чуть-чуть. Причём совсем по чуть-чуть. А если я сюда назначу... Не назначу. А могу ли я поменять твой профиль? Твой профиль я, по-моему, поменять не могу. Только переобучить. Пуша, мы приняли тебя как рядовую, правильно? Это херовенько. Это херовенько, но, опять же таки, не смертельно. Опять же таки, не смертельно могло бы быть гораздо хуже. Так, хорошо. А, вот здесь можно смотреть. Здесь гораздо проще. Так, кандидат есть хороший на силу. Давай мы тебя возьмём, но мы тебя переучим чётко. Как ты на это смотришь? Так, оборона, медик, повар тихо-робот. Так, ты мне нужен в виде обычного рядового. Мы тебя обучим на скорость. Давай, добро пожаловать. Я бы тебя ещё взял, на самом деле. Я бы тебя ещё взял, Екатерина Павловна. Медицинские знания. Оборонные знания. Я не знаю, могу ли я тебя оставить в резерве как медика, а потом тебя добавить. Скорее всего, нет, да? Ну, просто она уйдёт, а у неё хороший параметр. Давайте я её назначу. Частый дом. Здание активности пока не столь важно. Давайте. Я заранее её просто возьму. Потому что я вижу, как у нас рекруты херово приходят. Поэтому лучше на всех пожарный перебдеть. Так, если у нас тренировка... Так, комната отдыха, это понятно. Тренировка силы и интеллекта у нас есть. Столовка. Тренировка товарищей связистов. Хеликоптерная. Но, есть проблема. У нас артиллеристы. Связисты. И тут только два параметра мы тренируем. Соответственно, нам бы не помешали здание тренировки стандартных показателей. Базовых, так сказать. Да, вот у нас есть скорость. Блях, а что она такая гигантская? Давай мы тебя как-то сюда пихнём, наверное. Давай сюда, дорога у тебя будет, не переживай. Так, и мы теперь можем новых, кого мы взяли. А кто у нас подсвечен? Кто подсвечен? Кто-то готов получить профессию, но я не совсем понимаю, кто. Ну ладно, не имеет значения. Так, рядовые где у нас? Где у нас, где у нас, где у нас? У нас есть ли отмет? Во, вот так можем сделать. Так, рядовой, который не имеет никакой направленности и тренируется ни на что, либо на силу. Так, Аника Зайцева, Алиса Антонова. Покажись, пожалуйста. Метка, если растёт на 25% быстрее. Ну, это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо, но это всё-таки чуть не туда. А где то, что я только что взял? У меня есть вопросик. Я взял врача и взял одну рядовую, правильно? Да, сэр. Она автоматом обучается на силу. Но я её почему-то не вижу. Интеллект 94, это точно не она. Но тебя вроде бы можно закинуть. А, тут мы можем только военные специальности. Баляха. Ну ты бы была на самом деле... Ну ладно, давай связистом. Ты бы была бы очень хорошим исследователем, честно говоря. Но, ладно. Как есть, так есть. Так, Алиса, ты у нас меткость. Ну, бляха, нам меткость пока не нужна. Меткость у нас пехота, по-моему, была, да? Меткость пехота была. А мне нужно было бы всё остальное. Так, хорошо. То есть я потерял сейчас одного персонажа непонятно где, правильно понял? У меня есть такое предчувствие. Так, красное что? Техработник, что такое? Необходимо назначить допустимое здание. Да, сэр. Что? Ты здесь не знаю... А какого здания тебе не хватает? Все необходимые здания... Жилого здания нет, да? Ну смотри, у нас есть частный дом. Как тебе такой вариант? Так, а у медика что? Медику негде тренироваться. Чтобы улучшить показатели специальности. А медик направлен на что? Что изначально базово? Медик это желтый, это интеллект. Все. Вроде бы разобрались. С проблемными. Теперь нам нужно решить в наш вопрос. Так, у тебя что? Опыт в качестве техработника. Ты мне не нужен в роли техработника. Вот в чем проблема. Мне нужны подрывники, причем в огромном количестве. Ну ладно, давайте. Так, мы тебя направляем на тренировку скорости. Удачи, всех благ. Ес! Всраться от счастья просто можно. Так, хорошо. Два подрывника нам нужно, и нам нужен пехотинец. Что нам нужно для исследования пехоты? Или она у нас уже открыта? Так, меткость. Специальность пехотинца. Требует сто очков. У нас они есть. Давайте покупаем. Так, обучение пехотинцев построить можно. Пехотинцев построить можно. Маляха, что тут? Каждое здание краше предыдущего. Мать его, серьезно? Так, дорога есть. Все супер. С этим разобрались. Единственное, что у нас не хватает. Во-первых, нам нужно сейчас пополнить запасы топлива. Поставщичок. Купим ресурсы. А сколько там всего лазит? 200, по-моему, да? Давайте 179 топлива закупим. С жром бы мы можем то же самое провернуть. Только здесь надо 108. И нам нужен еще один склад под боеприпасы. Так, оборона, здоровье, развлечения, украшения, тренировка, логистика. Пролик, пролик. Склад боеприпасов. Нам бы его было бы хорошо где-то вот здесь как раз разместить на самом деле. Или вот здесь у нас есть блоки. Нет, блока здесь нет. Вот здесь получится. Я смогу дорогу завернуть здесь, если что. Да, давайте сюда. Дорога. Пока что она проходит вот сюда. А мы потом ее завернем либо вот так. И выйдем сюда. Что было бы плохо на самом деле. Либо обойдем камень. А камень, кстати, делитнуть нельзя, я так понимаю, да? Грустно. Так, по боеприпасам. На шоу у нас один поставщик новый, недавно появившийся. Загружаем боеприпасики. Нет припасов. Сейчас будут. Сейчас все будет, не переживайте. Все, боеприпасы есть. Замечательно. Так, новенький у нас один человечек есть. Ты у нас на что? Хорошо готовит. Опыт в качестве техработицы. Ну ты опять же, ни туда, ни сюда. Ну серьезно. И стоишь ты дохер. Нет, стоит, кстати, немного. Я даже не знаю. Как исследователь ты точно не годишься. Как повар нам пока не надо. Как техработник. Да у нас два техработника вроде пока хватает. Я бы тебя тоже в подрывники засунул, по-саму-те. Не знаю, как ты к этому отнесешься. Ну давай, тренировочный лагерь. Отсутствует казарма. Сейчас, кстати, глянем, что у нас по месту в казармах. Казарма у нас забита. Давайте смотреть. Где у нас жилые пространства. Так, это у нас что, здоровье? Лазарет, кстати, можем сразу поставить. Лечит грипп. Лечит мышечные травмы. Баляха, вы серьезно? Вы еще отдельно по травмам разделяете? Это плохая идея. Я только не вижу почему-то казармы. Только не говорите, что они у меня закрыты. Это было бы грустно. Так, вот есть обычные казармы. 7 кроватей для задов, восстановление запаса сил. Так, там у нас шумненько. Здесь, я думаю, мы шумненько не будем, да? А что если мы сделаем вот так? Шум до нас все равно не дойдет, поэтому супер. Ставим сюда и проверим. Или не проверим. Так, у нас вот есть свободные. Держи, держи. Держи. Вроде бы всех заселили. Я думаю, что они могут приступать к работе. Теперь нам надо просто дождаться, чтобы они обучились по их профилю. Во всяком случае, даже не профилю. По параметру. Рядовой 33. 34. Рядовой 20. Они чуть-чуть. Чуть-чуть сейчас докачаются. И в принципе можем жить. Единственное, мне не совсем понятно, где у нас столовка. Запас фравианта, два повара. Техобслуживаю. У нас нет параметра, по которому мы увидели, что нам не хватит еды. Или еще чего-нибудь. Поэтому надо чуточку быть внимательней. Так, и тренировочные я этих поставил? Нет? Поставил же, да? Нет? Да? Нет? Да. Пехоту поставил. Если у нас кто-то, кто подходит под параметр пехотинца, нам требуется меткость, чтобы это был рядовой. У нас есть вот этот суровый мужик. Илья. Но проблема в чем? У него параметр силы выкачан. А не параметр меткости. И у нас была вот эта мадамна меткость, да? Нет, это техработник. Подожди. Вот. Меткость растет, но она у нас ушла в... Интеллект почему-то. Мадам, переквалифицируйтесь. А, нам не в чем переквалифицируйтесь. Прошу прощения. Так, у нас базовый должен быть открыть. Проверяем. Меткость имеется. Так, что если мы сюда? Нет, сюда не влезет. А вот так? Вот так влезет, но это извращение еще то, конечно. Это извращение еще то. Мы можем запихнуть так, перекрыть вот эту всю область. Что не было бы хорошо, на самом деле. Можем оставить внешнюю дорогу, и здесь еще влезет какое-то маленькое здание. Давайте пока так. Так, дорога соединилась, этот есть. Теперь. Теперь мы можем натренировать, собственно, бойцов. Проверяем, кто у нас рядовой остался. Ты. Товарищ, я понимаю, что ты не туда тренировался все это время, но поверь, ничего страшного. Ничего страшного, все с тобой будет в конце концов хорошо. Живешь в казармах, все у тебя супер. Так, хорошо, теперь ждем, когда они получат достаточное количество опыта, и, в принципе, можем кутить. Я им, по сути, заранее же могу выставить, да? Вот, например, вот эта мадам, она уже может стать подрывником, если я не ошибаюсь. Абсолютно верно. Она уже может стать подрывником, как и вот эта мадам. Назначить подрывник. Соответственно, переключаемся на вот этого чичика, где он? Да, сэр. И заранее мы проставляем пехотинца. Все, счастья, здоровья. Ой, что у нас там? Искрит, молясь, не? Немножечко проблемка есть. По энергии у нас минимальный апгрейд 2500. Вот какого хера? Тут здание по 100 стоило, или тут уже 2500? Не слишком ли резкий рывок? Хотела бы я уточнить. Но это грустненько. Придется еще одну ставить тогда. Что ж поделать? Ну, пока вывозим. Пока вывозим, Грек жаловаться. Ждем тогда пехотинца двух подрывников. Тут один подрывник и еще один пехотинец не помешал бы. Так, что у нас здесь? Готовы к повышению? Получить специальность? Есть. Получить специальность? Есть. Соответственно, первую миссию мы можем запускать, да? Миссия доступна как раз та, которая через 14 минут вздувается. Они неопытные. Но по силам мы все равно их выдвигаем. Поехали. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Все, отлично. Пусть выполняют задачу. Пока что пусть выполняют. Так, нам надо периодически смотреть, кто там к нам приходит. Фу, уходите. Как пришли, так и уходите. Пожалюсь-то. Так, с этими товарищами мы их не трогаем. Так, ряды у нас кто еще остался? Так, у этого цель тренировки пехотинец. У этой цель тренировки не указана, но у нее прокачан интеллект. Тебя как интеллектуала, по идее, можно связисты, но нам больше не надо связист. Либо мы можем тебе добавить что-то новенькое. Кто у нас там нужен из сложных? Вот, нам нужны разведчики. Соответственно, мы можем тебе добавить еще обучение на скорость. Шуруй на скорость. И ты станешь, собственно, разведчиком. Можем тебе даже поставить цель. Единственное, что у нас здание под разведчиков. Сколько оно стоит, кстати? Так, специальность пилот, так разведчик. Требует 450. Маловато. Так, у нас кто-то новый пришел. А их можно выгонять нахер? Отказать сразу же. Уходи. 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 Ждем следующих. Нам нужен еще один товарищ на меткость. Так, что у нас здесь? Командир, мы прибыли на Литвуд. Так, враг отступает. Мы защищаем город. Держимся. Мы смогли остановить войска Драгана, но город серьезно пострадал. Окей. Оу, щет! Мы можем потерять людей? Это херово. Это херовенько. Она прям минус-минус? Или она типа раненая? Так, 9 тысяч есть. Давайте проверим. Плохие новости, мне жаль сообщать. Об этом мы позже несли потери, где все вернулись в фронт. А так, вероятно, бойцов захватили в плен, держат в одной из тюрьм Драгана. Чтоб тебе икалась Драган, жалкий дикторишка. Так, окей. Нужно приложить все силы, мы своих не бросаем. Так, мы освободили наших и заставили этого кровопийцу поплатиться за все, что он сделал. Вот увидишь. То есть, в принципе, они как бы деактивированы для нас, в том плане, что они в плену. Но технически мы их сможем потом обратно вернуть. Это забавно. Но не забавно то, что мы потеряли одного артиллериста. Я правильно понимаю? Сейчас проверим. Артиллерист, да, у нас остался только один. Грустная история, печальная история. Аж плакать хочется. Аж плакать хочется, но ничего не поделать. Хорошо, кто-то у нас есть. У нас есть рядовая Аника. Которая, по сути, хорошие исследователи, но... Аника, не судьба. Мы тебя будем делать артиллерист. Жизнь сурова. Жизнь сурова. Так, давай сюда, сюда, сюда. Удачи в тренировках. И я надеюсь, что у вас все получится. Ну, а всех остальных остается только ждать. Остается только ждать и периодически зырить на припасы. Там есть. Ничего себе вы боеприпасы высасываете. Я понимаю, что вы там жестко тренируетесь, конечно. Но не настолько же. Пожалуйста. Не хотелось бы страданий. Так, тут же у нас... Повар, который что? Уровень жилья ниже ожидаемого для этого класса. А не пошел бы ты в задницу. Ты здесь живешь? Здесь? Ты в казарме, что ли, живешь? Нет. А где... А где... Где ты живешь? Он в казарме живет. Так, интересно. У меня вопрос, правда, с какого хера ты решил, что для тебя какое-то особенное жилье должно быть. Ну, это так. Вопросик для начала. Ну, давайте продолжим здесь строить район. Сейчас его переселим. Тебе класс жилья в виде обычной хаты подойдет? Все. Никаких выпендрежек. Все супер. Еще и в казарме место освободилось. Так, 400 очков уже есть. Я забыл про больницу. Давайте хотя бы примитивное лечение какое-нибудь оформим, иначе будет, скорее всего, очень плохо. А мне бы не хотелось. У нас есть, по сути, лазерет, и у нас есть физиотерапия. Она шумная, нет? Она, скорее всего, не шумная. Давайте где-то в жилом массиве. Как бы его лучше сделать, наверное, вот так. Да, тогда тебя сюда. И клинику сюда. Врачей мы потом всех найдем. У нас один есть, но вроде подходящий. Шо-шо? Шо он мигает? Шо-шо-шо не так? Я здание не назначу перс... А, так этот сайт вообще не переживайте. Это я вас умоляю. Так, проверяем, кто у нас подходит. У нас был один врач готовый. Давайте на обычное врачевание мы поставим сию мадам. А в каком, простите, она здание назначена? Послан нахер от того здания. Ты врач. Алло, прием. Шо, потерялась? Так, новые врачи у нас есть. У нас есть товарищ повар. Да. Ну, у тебя есть, в принципе, интеллект 10. Давай. Повар, который стал, собственно, врачом. Крутая же история. Крутая. Сейчас мы тебе хату сделаем, походи. Сейчас мы все оформим. Тык-дык-дык-дык-дык-дык. Так, держитесь сюда. Потом мы завернем вот сюда дорогу. И здесь делаем еще два ряда жилых. Массивчиков. В здании никто не работает. Естественно, потому что раненых пока нет. То-то же вы и не работаете. Но придет время, и вам придется поработать. Так, пятьсоточков есть. Смотрим. Значит, товарищ разведчик. Имеется такой. Покупаем. Главное, все бабки сейчас не потратить. Это будет неприятно. Так, товарищ разведчик. Это комбинатор интеллекта и скорости. Замечательно. Вот сюда у меня было местечко как раз. Давай пропихуем. Ага. Все, отлично. Так, нагрузка на систему уже зашкаливает. Пора немножечко ее корректировать все-таки. Так, самое стандартное. Только повернем сюда. Вот так вот. И это все соединим. Бжик-бжик. Бляха. Только дорогу надо будет. Ну ладно. Нам все равно хватит места. Вот так. Сюда еще две подстанции влезут, если что. Ну все, замечательно. Так, вопрос, правда, в чем? Мы медикаменты, по-моему, не закупаем, да? Медикаменты у нас склад есть, но самих медикаментов нет. Сюда, наверное, не стоит ставить. Тут у нас, если что, влазит еще два здания. Давайте пока сюда вместим. Так, медикаменты. Поставщик. One Sanitary Camp. Логично. Давай, на два куска закупаем медикаменты. Все. Я думаю, товарищам этого хватит. Тем более, эти пока вроде медикаменты не ввязают. Что в целом неплохо. Так, по всему остальному у нас что? Боеприпас закончился. Понял. У нас на чем откроется? На втором ранге у нас будет автопоставки. Пока что вручную, к сожалению. Но они хотя бы околомоментальные, поэтому грех жаловаться. Так, кто у нас там готов? Илюша, 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 дорогой. Вы получаете специальность. Пехотинца, отлично. Так, а вы, мадам? Вы к чему-то особенному готовились? Вы готовились у нас на арту. Добро пожаловать. Так, в принципе, мы восстановили потерю. И мы можем выполнить еще одну миссию. За пригоршню долларов, называется она. Ну, тут просто будет уничтожение. У нас 119, у них 60. Запускай. Надеюсь, вы справитесь и без потерь. Ну, раненых мы вылечим, ладно. Ну, желательно без потерь. Так, хорошо. Тут разобрались, энергию восстановили. Аптеки я поставил все как и хотел. Жилых этих массивов нам пока хватает. Я здесь, наверное, даже сэкономлю вот это место. Шушуть. Шушуть сэкономлю как раз на еще генераторы, наверное. Так, а что со зданиями не так? Так, товарищ назначил сюда мадам. Мадам является медиком. Все правильно-правильно? Может, тебе что-то не хватает? Медикаменты тоже есть. Чего выпендривались? Видимо, некого лечить. Хотя тут тоже некого лечить. Но чел ходит и как бы не жалуется. Так, окей. Миссия почти завершена. Двигаем дальше. Чтобы решить. Так, мы угодили в западню. Хранилище нас поджидало несколько садов Дорогана. Что нам делать? Командир. Пусть наши связисты отправят солдатам Дорогана поддельное сообщение. Попросим их сдаться. Вступите в бой солдатам Дорогана и задержите их. Отправить одного человека. Отключить электричество. Бау, боже. Ну, давайте связистов задействуем. Хотя это глупо максимально. Ладно. Мы сейчас увидим результат своих решений. Скорее всего, там будет все грустно. А что это у нас здесь за пирожочек такой? А, это у нас чел? Господи. Так, что у нас есть? Опять псевдоповар. Варвара Сорокина. Варвара Сорокина. А где у нас тот самый человечек, которого я хотел сделать скоростным и умным одновременно? Ну, короче, Сорокина, в любом случае приходите. У вас тупо дебафов нет, поэтому меня это радует. А мы вас можем закинуть. Закинуть, закинуть, закинуть. Давай, наверное, пока в скорость. А там мы тебя определим. Так, и у нас надо проверить товарищей, которые скоростные. И рядовые есть. Скоростных и рядовых нет. Короче, мы Варвару Сорокину обучим тогда на разведчика. Так, отрезали, бла-бла-бла. Охрана банка нейтрализована. Все, что теперь нужно сделать, это взять под контроль систему. Отлично, мы это сделали. Банк наш. Супер. Так, пусть наши связи здесь. Благодаря опыту, полученному на задании, интеллект наших солдат вырос на 10. Найс. Отлично, все живы, все здоровы. Супер. Пороховой заговор есть. Куда нам нужно отправить любых военных, что? Что это такое? Так, мы обнаружили, что агенты Драгары внедрились в ряды гражданского населения. Явно затевают что-то крупное. Если быстро не принять меру, у нас могут быть проблемы. Все указывает на заговор с целью захвата всех важных учреждений на территории. Если мы хотим сорвать их планы, нам надо за хорошо обученный отряд. А, нам надо 2 человека и пробить H72 мощность. Ну, с этим будет проблема. Нам надо подождать, чтобы эти отдохнули. У них-то мощности побольше. Так-то. Но, опять же, время нас не жмет же, да? Время нас не жмет, поэтому давайте просто подождем. Пока наши товарищи отдохнут, и можно врываться. Одному из наших солдат нужна медицинская помощь. Конечно, молодежь сейчас много жалуется. До травмированных солдат нельзя отправлять на тренировки. Что их матери о нас подумают? Ну, что-то предпринять. В травмах при физических тренировках обычное дело. Они могут произойти когда угодно. Но если давить на бойцов слишком сильно, риск травм возрастет. Если курсом травмированный, его немедленно нужно лечить. Нашли кастоправа, то есть дипломированные врачи, исцелят его и глазом рогнуть не успеешь. Но для этого нужно построить клинику физиотерапии и нанять медика. Это у меня уже все есть, брат. Ты уже прошитался. Все имеется. Я, правда, не вижу, чтобы кто-то обратился за помощью. Так, артиллерист ранен. Лечение. Назначить здание. Только не говорить, что мне надо вручную здание назначать. Ну, серьезно. Они что, сами не поймут, где находится лазарет? Это неправильно и непрактично. Всящая проблема, что зоны тренировки в лазарет шуровать через весь город. Это как бы чуть-чуть создает напряжение, но... Люди крепятся. Так, бабосик еще получен. Замечательно. Так, где наши рядовые? Так, цель не указана. Этот товарищ у нас движется. Ты не туда движешься, по-моему, кстати. Да, сэр. И меткость. Давай, ты идеально подойдешь. Не считай на то, что ты Соня. Давай сюда. Единственное, жаль, что я не могу им прямо здесь выставить цель. Ну ладно. Сейчас мы его еще подкорректируем. Так, еще один пехотинец. И нам нужен летчик. Ты почти подходишь. Давай. У тебя, получается... Скорость, сила. Давай сразу тренируй силу. И я их сейчас сразу отредактирую, чтобы мы потом не терялись. Сейчас надо летчика открыть заодно. Эм-нем-нем-нем-нем-нем-нем. Так, специальность танкиста, специальность летчика. Давай. Летчика открываем. Теперь открываем нашу перечень рядовых. Так, ты, товарищ, значится пехотинец. Нет, не ты. Ты пехотинец. Поэтому мы тебя сразу же туда назначаем. Ты погоди, мы сейчас здание поставим. И мы тебя тоже назначим. Так, товарищ пайлот. Зря я здесь обходную не сделал, конечно, но ладно. Так, если у нас дорога сюда будет идти, давайте вот так сделаем. Электричества, естественно, не хватает. Где у нас столбик ближайший? Давай сюда. Все, замечательно. Место под пилотов есть. Теперь единственное шоу этого самого рядового. Пока что тренируем на силу. Но целимся на пилота. Надо по 55 ее по РСТ. Ну ладно. Ну ты знаешь, что делать, да? Я надеюсь, что да. Так, ты готов к обучению. Умничка. Красавуэлла. Так, еще один пехотинец есть. То есть, в принципе, мы готовы еще на ряд заданий. Это замечательно. Пока что, ребятки, сделаем с вами большую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.